Процесс выбора нового руководителя администрации Воронежа был запущен после внезапной отставки Вадима Кстенина. Он, выбранный второй срок, решил уйти на работу в частную компанию. Мэр – это и политик. Игнорирование этого вопроса, переложение на кого-то другого, ничего хорошего для города не принесет. Поэтому мэр должен быть умелым политиком, который, как я уже говорил, выстраивает взаимодействие и с населением, с основными социальными группами, и с депутатами, и с региональной властью, и с федеральной властью. Человек, который умеет пройти между струйками, человек, который сможет выстроить формат лоббизма в вышестоящих органах власти, очень много приобретет для города. Будущему мэру придется решать множество проблем в сфере ЖКХ, начиная от старого жилого фонда изношенных сетей, заканчивая наведением порядка на рынке управляющих компаний, работать над привлечением в город серьезных инвестиций и не забывать про обратную связь с жителями Воронежа. Потому что власть городская, она должна, безусловно, учитывать то, что хотят люди. То есть должна быть стратегическая коммуникация между основными социальными группами, общественными активистами и городской властью, которые будут взаимодействовать, ставить какие-то конкретные вопросы, их решать. То есть решать за счет городских ресурсов, но, безусловно, с подсказкой властей. Определяющим для успешного развития города, конечно же, является взаимодействие региональных и муниципальных властей. Конфликты здесь неизбежны, однако они должны приводить в конечном итоге не к деструктивным последствиям, а к развитию. Представляется, что оптимальный вариант – это рабочие конфликты. Когда мэр имеет свою точку зрения на развитие города и городского хозяйства. Когда он ее транслирует не только как свою собственную линию, но и как позицию горожан. И в этом отношении губернатор должен прислушиваться к мэру. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля. Дмитрий Нечаев предположил, кто же сможет добраться до финального голосования. Мне думается, что реальная конкуренция будет между теми, кто сейчас интегрирован в региональную элиту. Это те люди, которые уже сейчас работают, занимают важные хозяйственные участки. И я так думаю, что очевидно, это правильно. Называют фамилии таких, как Евгений Бажанов, как Александр Попов. Не надо сбрасывать со счетов нынешнего исполняющего обязанности Сергея Петрина. Поэтому думается, что возможно в этом кругу плюс какой-либо еще один неизвестный кандидат ИКС. Вот они и, собственно говоря, из них и будет выбор. Кто сменит Вадима Кстенина на посту мэра Воронежа, определится 21 августа на заседании Воронежской городской думы.